Музей истории поветерно-десантных войсков разместился в будинке Реческой районной гимназии. Но в охоте установили самый буйно-габаритный экспонат – БМД-1, боевую машину десанта. Побач – бюст героя Советского Союза, легендарного Василя Маргелова. Створальником музея истории поветерно-десантных войсков и подразделения специального призначения з'является Владимир Габроу. Идея зародилась, когда при подрихтовке выхованцев центра СКИФ необходимо было избирать специальную материально-техническую базу для научения детей. СКИФ – это центр специальной подрихтовки до призывной молоди. По своей системе научения аналогов немае. До речи, здимущественная группа «Белтелерадиокомпании» изняла документальный фильм об центре. Буквально на днях отбудется его презентация на великим экране. У музея собрана уникальная коллекция предметов, которые имеют в дочинении до поветерно-десантных войсков и отрадов специального призначения. Экипировка, решетунок научного узброения, головные уборы войсковцев. А так само специальная литература, нагрудные знаки, документы. Например, история развития парашюта от створения первого экземпляра и до современных узоров. Особенно представлены фото людей, которые унесли свой уклад у створения развития разведывальных и специальных десантных подразделений. Есть у музея и широких уникальных экспонатов. Предметом особенного гонора является, например, вот этот экспонат – разведчик-парашютист элитного армейского подразделения России. Уникальность их в том, что они могут совершать парашютное десантирование от 100 метров до 10 тысяч метров. То есть, вы можете представить себе, после 4,5 тысячи уже нечем дышать. Соответственно, нужно специальное оборудование, дыхательная смесь, маска, баллон и редуктор. Музей является важным допоможником у патриотичной выховании молоди. И усея декутше особистой затекавленности у Владимира Габрова, в якого отрымливается объедновать вокруг себе подлетков и в ушить их оборонять родимым. Дети, которые приходят, уходят просто под впечатлением, которое остается у них на всю жизнь. Взрослые люди, которые прожили жизнь, которые видят то, что здесь, они считают, что они, наверное, что-то в этой жизни все-таки не видели. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадио компании «Гомель» из Рыжевского района.